Токио приобретает очертания киберпанка. Раньше таких пейзажей было не так уж и много. Вот те, которые мы видели в хрестоматийных аниме типа Акира. Таких пейзажей было действительно не очень много и требовалось определенные погодные условия, чтобы можно было поймать такую атмосферу. А вот сейчас действительно, за счет строительства этих новых небоскребов, вот мы сейчас находимся в непосредственной близости от района Щиба, точнее, наверное, уже находимся в районе Щибы. Здесь стоишь у реки, рядом с этой рекой, перед твоими глазами пейзажи, напоминающие, ну, какие-то трущобы, старые вот эти здания с кондиционерами, а где-то на заднем фоне далеко небоскребы. Киберпанк в какой-то степени, вот к этому мы и движемся. Короче, мы сейчас здесь стояли, наслаждались видом. Мы думали как раз, как санкции влияют на Японию сейчас, как жизнь здесь становится хуже или лучше, как мы страдаем от этих санкций. Вот мы шли и думали, что конкретно, мне там приходило в голову какие-то мысли, что цены на какие-то продукты повысились. Но что я вижу? Вот прямо сейчас, пока мы здесь стояли, наслаждались этим видом, я наблюдал падение нравов. С этого все начинается, с падения нравов. В чем оно заключалось? Мы стоим у реки, два чувака, которые вроде даже не бухих, начали ссать в реку, представляете? На фоне, вот на этом фоне. При том, что напротив нас здание, в какой-то степени даже жилое, с окнами. Вот до этого там девочка выходила, мусор выносила. За моей спиной вы можете наблюдать офис гугла. Кстати, вот это здание, оно принадлежит гуглу. А здесь, прямо напротив этого здания люди ссут в реку, извините за выражение. Я не то чтобы шокирован, я и раньше такое наблюдал, конечно. И на Окинаве я часто видел, как детки ссут у забора. В принципе, такое есть. Это не только в России, как бы, да, такое происходит. В Японии тоже люди ссут на улице, хотя, казалось бы, здесь повсеместно и везде есть туалеты. Наверно, поссать в реку вот с таким пейзажем, это, наверное, какое-то отдельное удовольствие. Я не знаю, ребят, напишите вы в комментариях, что это. Падение нравов, Япония уже не та, Япония скатилась, на Японию так влияют санкции. Или что? Или это просто какая-то мелкая шалость? За это ведь реально можно в Японии попасть. Это может быть приравненно к мелкому хулиганству. Можно на это реально попасть на хорошие деньги. Тем временем, кстати, мы вот сейчас были на вечеринке, где употребляли, пробовали такую тему, как это называется, я не знаю, как это в России называется, CDB. Это какие-то подделки под легкие наркотики, которые в Японии полностью запрещены. Постепенно приобретает популярность вот эта травка, из которой все изъято. Без какого-то вещества, которое одурманивающее. Но, тем не менее, люди это употребляют. И вот мы сегодня были на пати, где стояли вот эти бонги, бульбуляторы. Да, ты покупаешь за 2000 маленький пакетик. Хотя эффекта никакого, в принципе, вообще нет. Но я просто вот вижу, что, как говорится, какая культура импортируется сейчас из Европы. iconic продуктов, этот продукт обрабатывается для следовательной, кем Да и warranty. Сейчас APrichten с hoodеринкой. И это не Facilar. коммертирует Украшедцев за immersed. С rock и речь... Это состоит из из Молинга. Има. Вы живете в日本е, какого времени? 4 года. Что ты делаешь? Я работаю софтинженером. Вы делаете софтинженером в ГУДО в ГУДО? Да, да. Как ты делаешь работу? Я знакомился в ГУДО в ГУДО и в ГУДО. И когда я учился в Суэден? Да, да. Но я учился в Суэден. И когда я учился в Суэден, то я учился в поле года. В Google то будет какому выучить? Углашаем… Ну, не знаю… Ну, не скажу. Нужно говорить о том, как я не знаю. Но, конечно, если я узнавал, то будет как мне появится. Кстати, самый частый вопрос, который мне задают по поводу переезда в Японию, можно ли найти работу в Японии без знания японского языка и какие шансы у иностранца. И, конечно, ответ очевиден, что самые большие шансы на успех, естественно, у айтишников. Причем знание японского здесь не играет вообще никакой роли. Более того, можно работать удаленно и не тратить время на поездки в офис. Я и сам, ребят, думаю, не начать ли мне серьезно заняться программированием, учитывая общую нестабильность обстановки в мире. Это наверняка может пригодиться. Тем более, что сейчас обучиться программированию можно также удаленно. На отличном курсе FullStack веб-разработчик на JavaScript и PHP от онлайн-школы SkillFactory. SkillFactory дает сильную базу знаний по PHP, позволяет в рамках одного курса освоить FullStack разработку, FrontEd и Backend. Программа составлена таким образом, что материал будет понятен даже тем студентам, кто никогда не сталкивался с программированием. Обучение начинается с самых основ программирования и постепенно усложняется. Можно также подстроить учебу под свое удобное время. Главное, сдавать задания вовремя. При этом в любой момент можно взять паузу для отпуска или командировки. У школы также есть карьерный центр, который позволяет студентам найти работу. Кстати, первое место работы можно будет начать искать уже спустя 7 месяцев обучения, не дожидаясь окончания курса. Курс веб-разработчика содержит в себе максимальный широкий спектр знаний о профессии и сейчас является наиболее полным на рынке. Кроме того, на курсе можно будет разработать до 5 проектов для портфолио, которые потом помогут при трудоустройстве. Ни для кого не секрет, что зарплаты программистов одни из самых высоких как в России, так и в Японии. Если в России это примерно 120 тысяч рублей в месяц, то в Японии джуниор-разработчики могут рассчитывать на зарплату от 5 миллионов йен в год плюс бонусы. А зарплаты опытных разработчиков могут достигать 10 миллионов йен в год. Я лично рекомендую учиться именно в Skill Factory, потому что о ребятах отличные отзывы на независимых ресурсах. Поэтому прямо сейчас переходи по ссылке в описании и действуй, пока это не сделали другие. А промокод TOKYOWEB позволит тебе приобрести обучение 45% скидкой. Начни свое движение к успеху уже сегодня. Однако не выдаешься, как преобразилась станция Shibuya за, казалось бы, последних каких-то 4-5 лет. Еще вот буквально совсем недавно здесь была громадная стройка, неудобно было ходить, везде все шумело. Как-то вообще все было непонятно. В общем, мне никогда не нравилось, особо начали бы приезжать. Но сейчас это такой футуристический город невероятно. Вайп, конечно, непередаваемый. Масочный режим в Токио все еще работает вовсю. Но уже сейчас постепенно только начинают говорить о том, что на улице, оказывается, можно маски-то уже, наверное, и не носить. Если вблизи вас нет людей, если вы находитесь наедине с собой, то, в принципе, наверное, уже можем не надевать. То есть только сейчас начинается такая риторика. В основном, большинство людей все-таки ходят на улице в масках в 2022 году. Мы тоже в масках. Когда заходишь в здание, надеваешь. Выходишь из здания, снимаешь, в принципе. По таким стандартам и живем. Скидка 3%. Это что, мотивация, чтобы кумить. Готовая еда в среднем 300-400 йен за какой-то обычный кустовузов. Это центр Токио, надо понимать. То есть по-другому тут не бывает. А что так поздно, чувавы, через сколько ты в Японии живешь уже? Нет, я, конечно, не собиралась здесь оставаться. А? Я не собиралась здесь оставаться. А, ты не собиралась? Нет. А кто-то собиралась ехать дальше, в Корею? В Корею. А что осталось тогда? Здесь? Да. Или ты постила кого-то обвиняла? Режим. Кохи таримас, а вот такохи. Сливок нет, не понимаешь, представляешь? Так это итальянское заводе есть. Итальянское? Не пьют с молоком, не сахаром, еще. Мало чего не пьют с Японии. Не знаю. 600 йен, нифига себе. Дорожь, чем в Старбаксе в два раза. Да. Ты скажи в целом, как у тебя жизнь изменилась за последние там 2-3 месяца в Японии? Хуже стал жить? Ощущаешь санкции? На бизнесе чуть-чуть есть, потому что было несколько российских клиентов и, естественно, сейчас с российским бизнесом невозможно делать сделки. Немножко за людей обидно, потому что с теми людьми, которыми я работал, я считаю, что это порядочные, хорошие люди. Все попали под эту ситуацию. В двух словах расскажи, чем ты занимаешься в Японии? У меня есть компания, которая занимается исследованием бизнеса, отчеты, аналитика в сфере, особенно в сфере энергетики, но не только. Мы помогаем клиентам, которые хотят инвестировать в японские компании или в японские проекты, понять, что происходит. И печатаем отчеты о том, что происходит, вот я говорю, в сфере энергетики в Японии. Как в Японии с атомными станциями? Сейчас пытается, особенно государство, но и большой бизнес, конечно, пытается дать движок к тому, чтобы опять включили ядерные станции. Очень мало из них сейчас работают, большинство населений до, я бы сказал, до этой весны были против. Но так как цены очень на электричество поднялись, люди начинают немножко по-другому думать. Ну, я думаю, еще тот факт, что 10 лет уже прошло, как бы после Фукасимы. В психологическом уровне, может быть, люди готовы ей немножко простить. Это очень долгий процесс, очень долгий. И в Японии все эти процессы очень непростые. Япония сейчас, кстати, вообще от кого зависит в плане энергетики, в плане энергии? От какой страны больше всего? И для каких-то стран? Это Среднего Востока, конечно же, абсолютно. Очень-очень зависит от Австралии, от Саудовской Арабии, там Катар, от части немножко от Америки. Все говорят про газ, но на самом деле газовая энергетика в Японии это сколько-то там, где-то 35%, а еще 35% это угольная энергетика. Сейчас, наверное, больше, потому что газ очень дорогой, очень много угля сжигает. То есть японцы жгут много угля, смотря на то, что он самый вредный получается. В итоге решается все тем, что нужно думать, хорошо, экология это очень важно, но если сжигать очень дорогой газ, которого не хватает сейчас в мире, то тогда электричество будет стоить очень дорого. Нужно принимать какие-то решения, сейчас принимать решение, что лучше сжигать больше угля, чтобы пережить этот период. А в будущем, да, будут стараться переводить на водород. В энергетике все, все, все занимает много-много лет. А уголь откуда? Уголь не российский в Японии? В России где-то 13-14% угля. Конечно же, российский уголь важен не только для энергетики, но и для столеваров, но так как преимущественно японцы закупают уголь из Австралии, то как бы здесь вопрос не так остро стоит. Можно больше закупать из Австралии, из Индонезии, еще несколько стран. Почему из России мало закупают? Это политические какие-то вопросы или с чем это связаны, может быть? Из России вроде как дешевле, насколько я знаю, было бы закупать. Не совсем. Ну, как? Здесь несколько вещей. Во-первых, исторический фактор. Из Австралии начали закупать уголь 40-50 лет назад. Инвестировали в японские компании очень много денег в угольные шахты. Отстроили все угольные компании в Австралии. Россия в тот момент, еще бы это был Советский Союз. Советский Союз, конечно же, имел тяжелое отношение с Японией, да? Да, это вопрос истории, отчасти это, конечно, надежности, поставок. Потом еще нужно представить, где в России находится уголь. Его нужно довести еще до портов. Для этого нужно инвестировать очень много денег, делать большие инвестиции в Россию. Японские компании боялись. Сложилось чисто исторически, да? За много лет. А так как Японии сложно перестраиваться, даже если бы она хотела закупать дешевый уголь в России, могло бы быть выгодно только в какой-то очень долгосрочной перспективе, что ли? Да, я думаю, если бы было немножко более уверенности в политической обстановке, в стабильности, даже 10 лет назад, то, может быть, Япония бы действительно пошла больше, как бы, в российский бизнес. Но, насколько я понимаю, всегда были опасения, и политический вопрос стоял. Поэтому дальше не пошло. Даже вот сейчас в Арктике, да, сжиженный газ, проект. Япония отчасти инвестировала в него, но очень-очень долго насчет этого думала. Опасалась, что могут быть риски с этим связаны. И, конечно же, на данный момент можно сказать, что эти риски оказались оправданы. Так что получается с этим вот, с этим Сахалином-2? Что с ним в итоге будет? Я думаю, что пока еще ничего не будет. Японские инвесторы, да, в котором тоже есть? Японские инвесторы на данный момент, конечно же, не хотят уходить. Я думаю, что они будут стараться сохранять нейтралитет, если возможно. Уйдут из этого проекта, если действительно что-то очень кардинально поменяется между Россией и Японией. Это всем невыгодно. Это и Россия невыгодно, это и Япония невыгодно, это Европе невыгодно, даже штатам невыгодно, если Япония уйдет из этого проекта. Никто не хочет это говорить, потому что это может быть некомфортно. Но если Япония, допустим, выйдет из этого проекта и откажется от всего газа, который поступает из Сахалина, это значит, им нужно будет найти те же объемы газа на мировом рынке. А так как, допустим, Евросоюз сам ищет дополнительные объемы газа на мировом рынке, чтобы, так сказать, не покупать из России, то вот они будут соревновать на мировом рынке за те же объемы газа, и цена пойдет просто вверх. Так что очень трудно сказать, кому от этого будет хорошо. Мы будем покупать, мы не будем покупать. Это все хорошо на словах, но на самом деле, чтобы купить газ, это не просто в магазин сходил и там выбрал булочку. Это нужно построить огромную инфраструктуру. Нужно же трубы проложить, это же дистанция тысяч километров. Эти деньги уже вложены, эта инфраструктура уже построена. Чтобы Россия, допустим, вот сейчас говорит, мы будем ориентироваться на Азию, да, то есть на Китай, может быть, на Индию. Но чтобы это все сделать, это нужно будет годы, чтобы построить все эти новые трубы, новые станции, которые будут, там, перевалочные станции, которые будут этот газ как-то качать. Поэтому невозможно просто переориентироваться, потому что решил, что вот так, политически это правильно. И все это понимают. Спасибо, Юрий. Да, Юрий у нас эксперт в японской энергетике. Прекрасный человек. Я не хотела бы спросить, но сейчас Украина и Россия очень много проблем. То есть,普通, когда мы говорим к этому вопросу? Какие же, как и по-настоящему? Да, мы говорим, кто-то говорим. Что такое ощущение? Поэтому здесь должно быть не так, потому что ему не так. Я не знаю, почему я такnsу, когда мы проводим Cassian с этим таков петь? И вот, почему я такnsу на то, что, как мы идем, хватит только петь, как они-то патрицы. Я не знаю, что это так, так что мы думаем. Но за войну, у нас осталось, что у них не шутки, а не шутки, а не шутки. Но они обещали его, и они защитились с их телем, но их сил. Поэтому это так, как у них все просто у них тихо. Они обещали меня в руках, и я не знаю, что они как-то у меня на мой счастье, Я думаю, что у меня есть достаточно шансы, и я думаю, что сам у меня есть рассыжение, то есть у меня есть такой主зный, потому что я думаю, что у меня есть проблема, когда я пересылала эту quá-то, поэтому в полном. В некоторых соединие, я думаю, что это не важно. Но когда мы остаемся, я думаю, как начинаю жизнь, я думаю. Это самый лучший путь, так сказать. Так что, если бы я бы сказал, что «Аэролосия, что как-то очень трудно, это не просто. Я бы сказал, что «Украйна, что как-то трудно, как-то так же. Как-то подобное, как-то так. Так, как-то так-то». Как-то так много информации. Своей роботов? Да. 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 Один. 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 Обслуживание робота обходится в 100 тысяч в месяц. Но человек обходился бы дороже, чем 100 тысяч. Правильно? То есть они его арендуют, что ли? Сотком в месяц. Мне кажется, они, знаешь, почему не запускают роботов? Ну, потому что они им дорого стоят. Потому что люди потеряют работу. Они думают о своих гражданах. Они, понимаете, сейчас запутят производство таких роботов? Я уже по-либо. Дома. Один. Что ты говорила? Когда я слышал, я не слышал, что я хотела. А сейчас? Не слышал, что я не слышал. Уходи сейчас. А, сейчас я поездка прострадала. Но после этого я абсолютно конечно же автомобиль. Да, да. Ты взINK, что это через час. Это невероятно. Я тоже. Ты как-то сходишь на Косаку? Я тоже. Я не могу. Это не так? Я не могу. Автобус в два раза практически дольше с половиной едет из-за того, что Байден пролетел в Японию. Представляете, ребята? На этой вечеринке, в том числе, раздавали бесплатные контрацептивы. Представляешь? Мне дали целую пачку XL. Сказали, вот, бери контрацептивы. Вот, это так выглядят контрацептивы. Контрацептивы, кстати, японские. Написано Just Fit Design. Я не знаю, конечно, я такими никогда не пользовался. Но даже если в Японии написано XL, это еще ни о чем не говорит. А как вы день провели? Ха-ха-ха-ха-ха.